Приветствую всех зрителей и подписчиков на мой канал! Закончился месяц сентябрь и я готова поделиться с вами впечатлениями прошедшего месяца. Надеюсь, это выйдет менее сумбурно, чем в прошлый раз, когда я пыталась подвести какие-то итоги лета. Чем же отметился у меня сентябрь? Ну, во-первых, понятно, что Даша пошла в третий класс. О боже мой, моя дочка пошла в третий класс. Она уже такая большая, у нее уже даже сами выпадают зубы. У Дашки поменялось уже 8 зубов, боже мой. При этом из первых шести ни один не выпал сам. И я думала, что ей так же не повезло, как и мне, потому что у меня в детстве точно так же ни один зуб не выпал сам. И не помогало то, что я его там шатала или пыталась дергать. Все мои молочные зубы когда-то очень давно в детстве были выковырены в кабинете у стоматолога. И Даше первые шесть зубов сами никак не выпадали. Но седьмой и восьмой сверху почему-то решили выпасть сами. При этом первая она еще как-то так расшаталась, сама дернула. Второй он ее выдернулся об еду. Я даже не уверена, то ли это реально он сам выпал, то ли это Дашин страх перед походом к стоматологу заставил ее сделать это самостоятельно. Теперь немножко про работу. Я вам хочу рассказать о том, что я забыла сказать вам о впечатлениях лета. Как раз может быть и нормально, потому что слишком сумбурное то видео вышло. Мы купили офис. Мы купили свой офис. Сейчас мы арендуем офис. То есть да, был какой-то период, когда мы начинали, когда весь товар, допустим, лежал у нас просто дома. Потом мы поняли, что нашего дома недостаточно. И мы арендовали офис. Сейчас мы понимаем, что мы разрастаемся. И мы не влезаем в наш офис. И мы купили новый. Это такое огромное счастье. Я не знаю, я вам сейчас покажу его кусочек. Новый офис, в котором мы собираемся заселяться. Он такой еще несчастный. Тем не менее, я уже немножко похвастаюсь, чтобы вы представляли, как это будет выглядеть. Пока что это просто вот так. Это стены с торчащими трубами. И с какими-то ужасными розетками и грязными стенами. Но тем не менее, он уже есть. И он такой большой. Это будет комната, когда вы только вот заходите на двери. Здесь будет наверняка кто-нибудь сидеть, вас встречать. И это будет вход на склад. Это будет вход в комнату, где будет с вами работать, скорее всего. И вот здесь мы будем проводить разные лекции для родителей. Для занятия вот в этом вот большом помещении. И консультации точно так же. Вот здесь вот будет комнатка такая консультация. Она будет отгораживаться стеночкой. Ну, такой раздвижной стеной. А вот это все, все, все. И это тоже. Здесь будут садиться родители, когда будут проходить занятия для родителей. Погрудного вскармливания или какие-то мастер-классы. И вот эта комната, посмотрите, какая она большая и красивая. Она вот такая огромная. Здесь 11 квадратных метров. И это будет комната матери и ребенка. Здесь будет какой-нибудь диванчик. Здесь будет умывальничек. Водичка попить. Тут всякие ништячки. Такая большая, огромная комната. Для вас, для мам и малышей. Как вам такое? Вроде бы здорово. Тут еще будет у нас, кстати говоря, примерочная находиться. Тут будут разные шкафы, разные красота, зеркала, все дела. В общем, ждите. Скоро будем делать ремонт. Посвящу вас какие-то подробности. Может, попозже. Я думаю, что в процессе того, как мы будем делать ремонт в этом офисе, я буду делиться с вами своими впечатлениями. Ну, как раз в впечатлениях месяцев. Потому что для меня это большое событие. Вы понимаете, это вот наше. Вообще мы уже ничего не зависимым. Это наша такая штаб-квартира, где все это будет происходить. Это большое счастье, потому что, имея такой большой объем, такую большую площадь, появляются большие возможности для творчества, для работы, для того, чтобы приглашать туда больше людей, сотрудничать с моими коллегами, консультантами в других областях и так далее. Я очень надеюсь, что этот мой новый центр консультации для родителей приместет много пользы. То, что случилось также этим летом, меня пригласили на занятия в перинатальный центр. То есть, у нас есть перинатальный центр, это бывший седьмой роддом, и в отделении для недоношенных я сейчас веду занятия по грудному вскармливанию и занятия по слингоношению. Потому что там как раз то отделение, где мамы вынашивают на себе детей практически методом кенгуру. И я как раз объясняю, как работает метод кенгуру. Получилось так, что я туда пришла один раз по просьбе одной из мам, которая лежала там со своим недоношенным малышом. И заведующей так понравилось мое выступление, что она попросила сделать их на постоянной основе. Теперь раз в месяц я там, это счастье делится актуальной современной информацией с молодыми мамами, с их малышами, и также со специалистами. Потому что и медицинские работники тоже с удовольствием слушают и про особенности грудного вскармливания, и вынашивания недоношенных детей на себе. Это очень приятно. Неужели, господи, моя страна и правда куда-то идет в правильном направлении? Дальше. Мои занятия по грудному вскармливанию, они вышли уже за пределы моего центра консультации. И теперь я их провожу также в одном куворкинг-центре для родителей. У нас есть куворкинг-центр с детьми, который называется «Зеленка». Он находится в центре, на Ярославом Валу, и теперь периодически я там провожу занятия. Как раз сегодня, когда выходит это видео, 11-го числа, у меня там занятия по ведению прикорма для детей. Так что, если кто-то в Киеве, кому-то актуальна эта тема, разная тема по грудному вскармливанию, вы можете записываться как в мой центр консультации, так и в «Зеленку» на те темы, которые вас интересуют. Я начала готовить свою курсовую работу «Трагишули». «Трагишули» — это немецкая школа слингоконсультантов, которой, собственно, я обучаю, я прошла там базовый курс. И в марте, как я вам говорила в предыдущем педе с впечатлениями месяца, я собираюсь ехать туда на повышение квалификации. Это будет продвинутый и сертификационный курс. То есть, сразу два курса я прохожу, и для этого мне нужно сдать курсовую работу. То есть, показать, как я работаю, какие навыки я имею, какие у меня впечатления, фотографии, то есть, все вот это дело. И, кстати говоря, уже даже известны даты обучения в марте. То есть, я буду в Питере в марте с, по-моему, 7-го марта по где-то 13-е. И что самое удивительное, получается, что идет первый курс 3 дня, потом второй курс 3 дня, а между ними 10-го марта, там перерыв, и 10-го марта у меня день рождения. То есть, на свой день рождения в следующем году я буду в Питере. Поэтому, я думаю, может быть, действительно получится встретиться с кем-то из Питера, из подписчиков, видеться, не знаю, пообниматься, да, просто обменяться какими-то впечатлениями. Все, что интересно у нас произошло. А, ну, в Украине у нас было землетрясение. Я так поняла, что это какая-то, ну, как бы волна с какой-то другой страны была. Но суть в том, что у нас в очень многих городах потрясло конкретно. В Киеве было до 4 баллов, это было 2 часа ночи. Многие проснулись, некоторые пугались. Некоторые думали, боже мой, нужно раньше ложиться спать и меньше пить кофе на ночь. Но потрясло так конкретно. И Киев рассказывал, и Чернигов, и Хмельницкий, и Одесса. То есть, все говорили, что чувствовали толчки. Ну, наверное, тоже стоит вам похвастаться. У меня новый телефон. Мой телефон старый, он как-то так странно заболел. Мы думали, что проблема с батареей, потому что он держит батарею очень-очень плохо. Он, ну, буквально вот за 2 часа разряжался полностью. Мы купили новую батарею, но она тоже разряжалась полностью. То есть, судя по всему, там какой-то глюк, ну, в самой системе или в чем, я об этом не разбираюсь. Но теперь у меня новый модный классный телефон. Я им очень довольна. Именно его я хотела. Это Samsung Galaxy A5 2016 года сборки. A510 он полностью называется. И вот он реально классный. В то же время это не A7, как лопата, такая ветрозащита, знаете. По-моему, даже в мою сумочку не влезет. А этот, ну, просто класс. Меня очень часто спрашивают подписчики о том, что это у тебя за чехол такой прикольный. Девочки, это я на Алиэкспресс купила наклейки в виде таких планет. Там целая упаковка этих наклеек пришла. И теперь я их клею на все чехлы, которые у меня есть. Он смотрится очень прикольно. То есть, достаточно купить какой-то простенький очень такой силиконовый чехол. Но когда ты обклеиваешь его вот так вот планетами, получается очень ярко и здорово. И благодаря этому моему телефону я возобновила свой перископ. На старом телефоне я не могла его везти, потому что мало того, что батарея сама по себе садится, но вы знаете, как еще перископ ее сажает. Там буквально 10 минут и все, телефон отрубался и невозможно было снять. Здесь и камера получше, и телефон держит очень классно. Я даже в перископе сейчас снимаю мои занятия по грудному вскармливанию. Буквально сутки они висят, поэтому тем, кто не может приехать в Украину, в Киев и поучаствовать, то вы можете посмотреть это в перископе в тот день, когда есть. В своих соцсетях я обычно всегда предупреждаю, я делаю такой анонс, когда будет занятие. И за час буквально я предупреждаю о том, что в перископе будет трансляция, поэтому кто хочет, может также поучаствовать и посмотреть, как это происходит. Задумаю такую еще старую традицию рассказывать вам о всяких интересных происшествиях с теми, ну скажем, ребятами, которые работают с блогерами, да, то есть вот о разных компаниях, которые присылают что-то на обзор и все такое. Эта история какая-то удивительная, потому что она вроде как позитивная, но в то же время отдельное видео снять про это я не могу, потому что подумать, что реклама. Ну, слушайте, сейчас вы, наверное, видели, сейчас во всех соцсетях, во всех на фейсбуке, везде сейчас была проплаченная реклама средств для ресниц Relash, если вы помните, да, там такой сывороткой для ресниц, у них еще продаются сыворотки для бровей, разная там косметика и все такое. Она не дешевая, я смотрела, она стоит что-то 570 гривен или 520 гривен. Выглядит это просто как белая упаковка из-под лайнера, да, как будто бы лайнер, но только там такая белая жидкость, какая-то прозрачная жидкость. И в инструкции указано, что нужно наносить вечером на, собственно, линию роста ресниц, да. И договоренность была такая, типа, вы пользуетесь, через месяц вы выкладываете, ну, какой-то селфи с этой штукой, да, либо просто там до и после фотографии в соцсети. Мы платим вам за это половину договоренной суммы, а потом еще через месяц вы выкладываете видео с обзором, и мы доплачем вам вторую половину суммы. И, собственно говоря, окей, сделаю, я это все, я это все мазала, я вывесила эти фотографии до и после, я не знаю, может быть, кому-то из вас показалось, что там есть разница. Я вообще не увидела разницу, то есть за месяц разницу ноль. Может быть, показалось, что где-то там темнее, чуть-чуть где-то светлее, но мне кажется, это просто из-за игры света, потому что все-таки фотографии делались, ну, как бы не на одном месте, не в одно время. По длине, по густоте я ничего не заметила. И получилось как? Окей, я выложила эту фотографию, ну что, ребята, давайте платите, как бы, деньги, да. Они такие, ага, ага, давайте нам, короче, свои реквизиты с ИБАН-кодом. Ну, суть в том, что у нас в Украине он не поддерживает ИБАН-код. Я им говорю, у меня есть еще 35 вариантов, как можно переслать мне деньги. Нет, нет, мы не можем, короче, извините, до свидания. Извините, до свидания на самом деле не сказали, эта девочка вообще просто перестала мне отвечать на письма. Ну, это так странно, честное слово, я не знаю, ну ладно, пусть висит, то на фотографии мне, собственно, от этого не холодно, не жарко, да, и тем более там правдивая информация о том, что разницы там практически нет. То есть, я просто показала и спросила мнение подписчика, типа, вы что-то видите, потому что мне не очевидно. Я продолжила этим пользоваться, прошел еще месяц, и сейчас в Инстаграм мне уже начинают писать, Нина, ты что, нарастила ресницы? То есть, реально ресницы стали длиннее и гуще. Я в последнее даже снимала такой, на бумеранге такой, да, вот этот видео-заскок такой, да, типа хлопания ресницами, и там видно, какие они огромные. Я вот сейчас вам покажу их поближе, чтобы вы могли это увидеть. Видео с макияжем вы увидите, это будет следующее видео на канале, но посмотрите на длину ресниц, вы видите? Они мало того, что стали длиннее, они еще стали какие-то очень подкрученные, причем особенно на этом глазу. И когда я делаю вот так, смотрите, они почти до бровей у меня доходят, вы видите? Обалдеть просто. То есть, я не ожидала. Я знаю, что у меня от природы достаточно густые волосы, они очень быстро растут, и ресницы густые. Я думала, да, мне, наверное, вообще ничего не сработает, то есть, куда же уже, да? Но нет, это может работать. А что, девочки, если кто-то думает над покупкой, у вас есть вот такой вот живой отзыв в виде моих ресниц, кажется, моим ресницам это подошло. Если вы помните, когда-то давно на моем канале, два или три года назад, было видео там, где мы с Наташей Нафи и девочкой Кристиной ходили, ездили такой, у нас был девичник в спа-салоне. И вот в чем прикол. Прикол в том, что у Кристины этой оказался рак груди. Не просто рак груди, а здесь предстоит ампутация обеих молочных желез. То есть, там правая молочная железа полностью замещена опухолью, и лимфоузлы тоже замещены опухолью. Это просто катастрофа. Я не знаю, вы представляете такое узнать от человека, с которым ты близкий, ты как бы общаешься, ты его знаешь, ну, не знаю, да, то есть, у него такое же хобби, как у тебя, снимает видео с макияжами и там все такое с обзором косметики. И те, кто давно смотрит русскоязычный YouTube, в курсе, что это уже не первая ситуация у нас на YouTube. Была еще девочка-блогер по именно Нелли, да, Нелли Ангел у нее. Был ник, в котором случилась такая же ситуация, но мы не успели. То есть, тогда у нее был рак крови, и эта болезнь ее убила очень быстро. Мы тоже собирали деньги, но это не спасло ее. Здесь мы очень надеемся, что все получится. Конечно же, первый тот кликнулся, как и в прошлый раз, это Наташа, Нафи ее канал, не знаю, это, по-моему, святой человек. В этом смысле она так спешит помочь каждому, она так волнуется за каждого, она хочет, не знаю, чтобы этот мир как-то был добрее, да. И, наверное, под этим видео я оставлю вам также реквизиты, куда вы можете перевести деньги на лечение Кристины. И ссылки у нас в сети на группы, где происходит сбор средств, где новости выкладываются о том, как идет лечение и все такое. То есть, если вы хотите поучаствовать как-то, вы можете поучаствовать. Мои видео с впечатлением смотрят в среднем 10, 12, 15, может, даже 20 тысяч человек. Если каждый человек даст хотя бы по доллару, может быть, кто-то может позволить себе даже, о боже, 2, 5 долларов, то эту болезнь можно будет победить, человек не умрет, вы понимаете? 2 доллара и человек не умрет. По-моему, это стоит того, чтобы поучаствовать в такой благотворительности. Выставка Интершарм. Думаю, здесь мало о чем можно рассказать. Весь отдельное видео, где я показывала свои покупки с Интершарма и зеркальные ногти, тренд-сезон, а там, где я рассказала, как это делается. Ага, и еще я рассказывала в предыдущих впечатлениях месяца о том, что мы ездили с подружкой моей на Сатью. Было 3 выступления, да, Сатьи. И он приезжает в ноябре, мы тоже купили билеты, так что, кому интересно, можете также купить, пока там еще есть места, в Киев приезжает Сатья. И последнее, что я ему хочу рассказать о том, что к нам в Киев приезжала Людмила Петрановская. Эта информация также важна для родителей. Если кто-то не знает, то такая Людмила Петрановская. Это очень круто. Я рекомендую всем вам этого детского психолога. Можно сказать, что даже психиатр, что ли? Нет, я не буду сейчас говорить точно. Я не знаю ее образование, доктор она или нет, но я знаю точно, что она работает с сиротами, она работает со сложными детьми, она работает с детьми, очень сильное нарушение привязанности. Поэтому, если родителям интересна тема детской психологии и вообще воспитания детей, постарайтесь найти все лекции, все какие-то статьи, книги Людмилы Петрановской. Почитайте это, послушайте это на YouTube, в вебинарах поучаствуйте. Это однозначно поможет вам понимать, как работает система жизни ребенка, как он вас слышит, что он от вас хочет и так далее, чтобы вы понимали, как работает привязанность, какие у него есть потребности, как они влияют на его будущее, на его умственное спокойствие, что ли. Вот такая вам рекомендация от меня. И спасибо, что были в этом видео вместе со мной. До встречи в новом видео с этим макияжем. Всех люблю. Пока-пока.